Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Вероника Цыкина. Смотрите выпуски. В городском парке людей атакуют вороны. Экология в руках депутатов. Два дня в Котласе работал Координационный совет представительных органов муниципальных образований Архангельской области при Архангельском областном собрании депутатов. Подробности у Аллы Лайковой. Несколько десятков спикеров ДУМ, собраний и депутатских советов области приехали в наш город, а еще председатель общественной палаты и сенатор Российской Федерации от Архангельской области. Котлас для проведения масштабного координационного совета представительных органов муниципальных образований был выбран не случайно. Мы в числе передовиков реализации молодежной политики в развитии спортивной инфраструктуры и работе общественного совета. Именно эти три направления стали темами обсуждения. Задача координационного совета это изучение опыта других муниципалитетов, практики реализации, в том числе от частности молодежной политики или по развитию спортивной инфраструктуры. Поэтому мы выбрали Котлас и Коряжма. Мы были здесь в этих муниципалитетах осенью прошлого года с нашим комитетом. Посмотрели и посчитали важным познакомиться с этим опытом и других председателей, представительных органов муниципалитетов. Одно из учреждений, в котором побывали участники совета молодежный центр, его директор Анна Пушкина рассказала о положительном опыте по привлечению вне бюджетных средств, через проектную деятельность, о трудоустройстве молодежи, о работе с подростками, в том числе и теми, кого называют трудными, и провела экскурсию по дому молодежи. Я вижу, как живой интерес возникает у многих представителей районов, потому что так получается, что город Котлас является лидером в реализации молодежной политики. Вы слышали, что у нас 8 площадок на территории города и поселка Вочегодский, и вот такой молодежный центр в таком состоянии, где мы с вами находимся, он единственный в Архангельской области. Реализацию программы «Комфортное поморье» тоже обсудили участники Координационного совета. Один из масштабных котловских проектов, который будет реализован в этом году – благоустройство территории у Центра дополнительного образования. Проект получил серьезную финансовую поддержку к 120-летию адмирала флота Николая Кузнецова. Скоро горожане увидят готовый результат, а депутатам больше интересна изнанка проекта – от идеи до составления документации. И этот опыт, который они приобретают в этих разговорах, обсуждениях тех или иных проектов, программ, нормативно-правовых актов, конечно, они привозят с собой, уже в виде знаний, умений, с тем, чтобы это у себя уже на территории, это все применять. Вот это следующая задача таких Координационных советов. Ну а наша 105-я школа сегодня является не только местом для учебы юных горожан, но и центром притяжения высокопоставленных гостей. Суперсовременное и оснащенное, по последнему слову, учебное заведение даст фору и некоторым столичным. Участники Координационного совета пришли в восторг от возможностей школы. Здесь мы, конечно, все под впечатлением такого масштаба, такого объема, и такой красивой картинки, и такого качества. Ну это уровень Москвы, Казани, для нас это впечатляет, правда, спасибо большое. Гости города были удивлены, что пришкольный стадион могут посещать не только ученики, но и все желающие. И таким образом Котлас решает еще одну глобальную задачу – вовлеченности горожан в спорт. Даже областные депутаты не смогли устоять, и вместе с мальчишками сыграли в футбол. Котлас, на мой взгляд, очень сильно продвинулся с точки зрения развития спортивной инфраструктуры именно при образовательных учреждениях. Он был одним из первых участников многих федеральных проектов в этой части, там 18 школа, например. Здесь крупная школа, которая построена 105-я, тоже развивается инфраструктура при школе, которая дает возможность ребятам не только заниматься спортом, но и привлекать к занятию физкультурой и спортом людей, проживающих в соседних домах. Потому что мы за открытость для того, чтобы эти спортивные объекты могли приносить пользу и людям, проживающим на этой территории. Это позиция губернатора. Отдельно было принято у нас постановление правительства. Представительный орган власти – это глаз всего народа, ведь именно депутаты отстаивают интересы избирателей в своих населенных пунктах. Поэтому главная задача участников Координационного совета – не только посмотреть на работки других территорий, но и самое лучшее, доброе, светлое внедрить в своих городах и районах. Законы одни, финансовые вливания тоже. В проектах участвуем в одних, получаем областные, федеральные, в том числе на местном уровне выделяем средства реализации. На местах у всех может быть практика разная. И вот это мы изучаем. И, соответственно, каждый председатель, депутат к себе на территорию, наверное, увозит то, что почерпнул. Кстати, Котласу в этом плане есть чему поучиться у соседней Коряжмы, где также побывал Координационный совет. По словам заместителя председателя Архангельского областного собрания депутатов Игоря Чеснокова, именно в городе Бумажников слажней и продуктивней всего в области выстроена работа общественного совета. Вороны атакуют. Будьте бдительны и осторожны. В городском парке уже несколько горожан пострадали от нападения этих птиц. На протяжении двух недель в городском парке вороны нападают на людей и их питомцев. Только за последние три дня вороны напали на трех девушек и собаку. Как рассказывает одна из пострадавших, в один из дней она спокойно шла по парку. Ничего не предвещало беды. В поле ее зрения попала ворона, после чего птица начала эмоционально каркать, хлопать крыльями и атаковала девушку. Клювом пробила ей затылок и попыталась сделать это повторно, но безуспешно. Пострадавшая накинула на голову куртку. Еще одна жертва нападения перната-разбойницы получила сильный испуг. Я не сразу поняла, что это ворона на самом деле, потому что я просто испугалась. И руками вот так мне стало больно, я руками так сделала, а здесь что-то такое. В перьях все было, и мне очень страшно на самом деле. Я завизжала, я в этот момент разговаривала по телефону с мужем. Я завизжала, у меня вообще от страха выпал телефон. Я потом стала убегать, она полетела за мной. Вот раза два-три так на меня приседала. И потом я убежала, когда подняла все вещи. Ну вот сейчас, если я птиц, например, вижу, мне страшно становится. С конца мая до начала июня у ворон гнездовой период. И они охраняют своих птенцов. Но не только это послужило такому агрессивному поведению. Где располагаются гнезда, бывают случаи, когда птенцы могут выпасть из гнезда. Или просто человек или кто-нибудь будет находиться рядом с гнездом. В это время птицы могут охранять свое гнездо и потомство. И, соответственно, идти в себя агрессивно. То есть планировать на людей, пугать людей. Специалисты рекомендуют быть осторожнее в такой период. Больше обращать внимание на поведение ворон, чтобы уберечься от испуга и нападения. А также объяснять детям, что не стоит разорять гнезда птиц. 35 лет без глобальной модернизации. Котласские очистные сооружения давно требуют внедрения современных технологий. И это диктует не только время, но и новые требования и нормативы. Впервые у Котласа есть уникальная возможность войти в федеральный проект. Согласно указу президента Российской Федерации о национальных целях развития Российской Федерации. Одни из которых – комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие на период до 2030 года. В Архангельской области активно готовятся подключиться к этому проекту. Из областного бюджета уже выделен 161 миллион рублей на разработку проектно-сметной документации. Четверть этих средств планировалось использовать для разработки ПСД-реконструкции очистных сооружений в Котласе. В декабре прошлого года Косом исполнилось 35 лет. Построенные по старым технологиям сооружения очистных начали разрушаться. Со временем поменялось, по словам технолога Коса, и качество воды на входе. Оно стало в разы хуже. Увеличились фосфаты, азотная группа. И наши очистные не могут очистить до той нормы, которая необходима для сброса водоем. Из-за того, что сейчас люди стали больше пользоваться моющими средствами новыми, в стиральных машинах, посудомоечные машины. И из-за этого фосфаты увеличились раза в 3-4 по сравнению с тем, что было в 2000-х годах даже, в начале 2000-х годов. А нормы, наоборот, ужесточились для сброса. На сегодня вода проходит два этапа очистки – биологическую и механическую. Но чтобы привести воду в соответствие с нормативами, необходима еще и химическая обработка для удаления фосфатов. Такая очистка предполагает еще и процесс доочистки и фильтрации. В любом случае нужно что-то делать с модернизацией. Разрушение бетона, разрушение труб, которые находятся у нас под землей. Мы даже не знаем, в каком они состоянии. 35 лет эксплуатации – немаленький срок. Лодочная станция «Чайка» находится в непосредственной близи с очистными. Это давно излюбленное место летнего отдыха горожан и рыбаков. Однако купаться и ловить рыбу здесь небезопасно. И все по той же причине – вода на выходе не дотягивает до нормативов. Несоответствие – это прежде всего десятки миллионов рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду. И это полностью ложится на плечи горводоканала. Ситуация для МУПа не новая. Ситуация была простая. До определенного момента предприятие жило как жило. То есть, если не ошибаюсь, Борис Николаевич Вьюхин с 1996 года руководил предприятием. Шло время, менялись законы, менялись подходы. В один прекрасный момент несоблюдение закона об окружающей среде и изменившееся требование привело к тому, что в 2012 году предприятию за прошедший период, за три года, в соответствии с изменившимися требованиями, было доначислено сумма в районе 17 или 18 миллионов рублей. Материал я вам покажу. Плата за негативное воздействие. Итогом этого стало увольнение директора Вьюхина Бориса Николаевича и первое банкротство предприятия, которое произошло в 2014 году. Далее на предприятие был введен конкурсный управляющий. По словам Евгения Чечерина, его основная цель была только отбить деньги. При этом в этот период резко упало качество оказания услуг и воды. После этого пришел новый директор и ситуация повторилась. Проходит время, заступает, соответственно, новый директор. Но вот эти, скажем так, последствия менеджмента первоначального директора, который долг правил, то есть сказываются в том числе и за этот период. И предприятие в 2017 году, за период в 2017 году получает штраф уже за ущерб окружающей среде. Это, опять же, несоответствие стоков, которым задастся 42 миллиона рублей. Получается, при втором директоре Графеевском, условно говоря, предприятие упало банкротство второй раз. Разбираться с таким, мягко скажем, наследством приходится нынешнему руководству предприятия. И это колоссальные платежи за негативное воздействие. В среднем у нас в тариф в год включается миллион рублей, можно сказать, условно, да, платы за негативное воздействие. Предприятие должно заплатить 16. То есть никто эти цифры не компенсирует и, собственно говоря, это называется, необходимо найти за счет собственных резервов. Кроме того, в рамках достигнутого соглашения с Росприроднадзором предприятие вместо денежного штрафа в размере 42 миллионов рублей проводит точечную модернизацию элементов водоочистки. За последние полтора года больше 16 миллионов рублей направлено на данные мероприятия. Эти затраты также, как и индексация МРОД в соответствии с трудовым законодательством, тарифом не компенсируются. Очевидно, что предприятие несет убытки. Чтобы уберечь его от банкротства в третий раз, специалисты Горводоканала совместно со специализированными организациями в течение полутора лет собирали исходную информацию для проектирования. Осуществляли расширенный отбор проб по 33 показателям в соответствии с новым законодательством. Часть проб приходилось отправлять в Москву, в нашей и близлежащих областях никто такие исследования не проводит. Проработали вопрос в том числе по техническому заданию, проработали вопрос с крупным, по нашему мнению, и крайне серьезным проектировщиком. Это центральный проектный технологический институт госкорпорации «Росатом», которые заинтересовались данным проектом. Люди строят атомные станции, проектируют, в том числе там есть система водоочистки и обладают значительным еще запасом специалистов. Глобальная модернизация требует подготовки проектно-сметной документации. На ее создание нужны деньги. Это два источника, 2 миллиона рублей, необходимо выделить из городской казны. Остальные деньги – софинансирование из областного бюджета, и это порядка 40 миллионов рублей. Это обязательное условие конкурса Минтека, в котором участвовал МУП. Вопрос о выделении 2 миллионов рублей был вынесен на последнюю депутатскую сессию. Предварительно депутатам отправили техническое задание. Но, увы, у части народных избранников возникло недопонимание важности для города реализации этого проекта. Корректировка не прошла. У города Котласа всего есть, условно говоря, 4 варианта, каким образом мы можем действовать. Первый вариант – это закладывать эти проектные изыскательские работы в тариф населению. Тогда только за счет самих работ будет прирост тарифа порядка 30%, что, естественно, для населения будет очень чувствительно. Второй вариант, который мы предложили, – это участие в конкурсе и получить, грубо говоря, 40 миллионов областных денег для реализации данного проекта. Третий вариант – это дождаться представления прокуратуры и назорных органов, которые обяжут, собственно говоря, выполнять мероприятие. Но в таком случае все затраты на подготовку проекта целиком лягут на городской проектах, поскольку программа на тот момент вряд ли уже будет действовать. Четвертый вариант, самый печальный – это штрафные санкции, огромные платы за негативку, как итог банкротства МУПа. Выплачивать штрафы придется казне города, а это десятки, если не сотни миллионов рублей. Говорить в таких условиях о качественной коммунальной услуге не приходится. Желание сейчас каким-то образом сэкономить полтора-два миллиона-три рублей – это не экономия. Было принято решение совместно с администрацией идти по пути участия именно в областной программе для того, чтобы минимизировать воздействие на бюджет города. Опасения депутатов понятны. Когда-то громко заявленный проект «Чистая вода» так и не реализовался в Котласе. Мечта его воплощения высказывал когда-то экс-директор Горводоканала Борис Вьюхин. У нас есть готовый проект установки по обезвоживанию осадка воды. Суть его в том, чтобы уменьшить количество загрязняющих веществ, которые мы вывозим с очистных сооружений, на городскую свалку. Таким образом мы можем улучшить экологическую ситуацию и, что немаловажно, уменьшить себестоимость стоков. Данный проект есть в администрации города, только он не реализуется из-за отсутствия средств. Борис Николаевич Вьюхин, даже жители города Котласа собирали так называемую добавку в тарифе. Жители заплатили за это дело. Но, к сожалению, проект у него дальше слов почему-то не пошел. В 2009 году он пытался сделать проект по частичной модернизации кондиционных очистных сооружений. Эти проекты не были реализованы. Чтобы не допустить печальной практики, решено было действовать по другому пути. В частности, использовать для проведения закупки 223-го федерального закона, который позволяет установить дополнительные требования к опыту и квалификации проектировщика. Предварительные переговоры проводятся с государственной корпорацией «Росатом», ее подразделением, Центральным проектным технологическим институтом. 44-й федеральный закон крайне жесткие рамки налагает на тех, кто участвует в конкурсе. И, соответственно, часть ограничений, которые мы хотели бы установить, это опыт выполнения работ, это наличие квалифицированного персонала. В соответствии с законом их установить нельзя. И, соответственно, при определенном понижении цены от начальной цены лота, это ведет к тому, что подрядчик без опыта, без нужных компетенций побеждает. Этот пример сейчас все жители видят на примере чистой воды. Проект должен был завершиться в октябре того года. Проектируют до сих пор. Если все сложится наилучшим образом, то у Котласа есть возможность войти в федеральный проект и привлечь для глобальной модернизации Косов порядка 2,7 миллиардов рублей. Кстати, президент Российской Федерации издал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036. Две из них – это комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие. Этот же проект гораздо более сложный, без сложной скромности. Мы видели, что этот порядок сложнее, чем водоочистные сооружения, поскольку здесь необходимо добиться таких параметров воды, сбрасываемой в соответствии с законодательством, что эта задача такая, ну, очень нетривиальная. И именно по этой причине основной упор делается на переговоры с госкорпорацией, чтобы была крупная компания, крупный институт, который за результат своей работы будет нести соответствующую ответственность. Евгений Щичерин отметил, что он открыт для диалога на всех этапах реализации проекта. Приемку отдельных будет осуществлять специальная комиссия, крайне желательно включить туда представителей депутатского корпуса, а также гарантировать их постоянное участие с представителями проектировщика. Кроме того, 2 миллиона рублей «Горводоканал» всегда гарантированно сможет вернуть в городской бюджет. Далее мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь! Удачный сезон начинается! Цены в аптеках, фармация снижаются! Воспользуйтесь возможностью сделать заказ прямо у экрана. Отсканируйте QR-код. Удобный повседневный рюкзак подойдет на все случаи жизни. В лагерь, на тренировку, в дорогу или на работу. Сканируйте, фотографируйте, переходите по ссылке и оформляйте заказ. Большая распродажа белорусской обуви. Скидки до 50%. Я хоть старенькая, но мне хочется одеть красивую обувь. Объем, все и размер. Я такую хотела очень давно обувь. Она удивительно практичная. С 27 мая по 1 июня. Котлас, улица Мелентьева, 18, Дом культуры. Магазин «Бобер» – это большой выбор инструмента, станков и техники для вашего дома и дачи. Экономьте с бонусной программой, копите бонусы и оплачивайте ими до 30% стоимости. Котлас. Гагарина, 45. Коряжма. Кирова, 1. Квадроциклы CF-Moto. Техника для настоящих путешественников. Широкий модельный ряд, универсальные характеристики и надежность в эксплуатации, подтвержденная множеством российских и международных экспедиций. CF-Moto – это оптимальное сочетание цены, качества, доступности запчастей и технической поддержки. Весь модельный ряд техники CF-Moto, а также широкий спектр дополнительного оборудования и аксессуаров у вашего официального дилера. Котлас. Жительница Котласского района отдала машинникам 2 миллиона рублей. В полицию с заявлением обратилась 62-летняя жительница Сольвычегодска. В анонимном мессенджере ей пришло сообщение якобы от руководителя организации, в которой она работает. Начальница написала, что с ней свяжется куратор из профильного министерства для обсуждения финансовых вопросов. Спустя некоторое время женщине действительно позвонили и попросили оказать помощь в поимке мошенников. А для этого перечислить свои накопления на специальный открытый для нее безопасный счет. Мошенник прислал ей в мессенджере фото документов по открытию на ее имя специальной безопасной ячейки. Поверив незнакомцу, женщина с помощью онлайн-банка перечислила на продиктованные ей 4 счета более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Сомнения в правильности своих действий у потерпевшей возникли, когда она поняла, что после каждого перевода с ее счета списывается комиссионный сбор. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. 6 июня исполнится 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Котловский дворец культуры и драматический театр приглашают горожан к участию в проекте, посвященному солнцу русской поэзии. В этом году отмечается 225-я годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мы хотим громко отпраздновать юбилей поэта, поэтому приглашаем вас, дорогие зрители, 6 июня на совместное мероприятие Котловского драматического театра и Котловского дворца культуры. В этот вечер состоится городской конкурс стихов и прозы «Читаем Пушкина», на котором будут декламироваться произведения автора «Начало в 16.00». А после состоится последний показ спектакля «Маленькие трагедии», поставленный по циклу коротких пьес Александра Сергеевича Пушкина «Начало в 18.00». Итак, еще раз всех приглашаю 6 июня на конкурс и спектакль во Дворец культуры города Котлоса. Приходите, мы ждем вас! Прекрасная новость как для гурманов, так и для сторонников здорового питания. Рыбка Камчатского края снова в Котлосе. Выставка «Икра и рыба Камчатская» продолжает работать возле торгового дома «Витязь». На выставке представлено более 35 видов рыбных деликатесов. Такой выбор вряд ли можно встретить в обычном магазине. На прилавке «Умуль», «Царская рыба», «Нерка», «Белорыбица», «Палтус», «Красная икра» и, конечно, «Чивыча» – королева среди лососевых. Все деликатесы – настоящие окладезь полиненасыщенных жирных кислот. Гурманы знают – такая рыба и полезная, и очень вкусная. Я сегодня взяла «Чивычу», очень вкусная рыбка, свежая. Мы, наша семья, в принципе, любят деликатесы, поэтому всем рекомендую, покупайте. Рыбка очень хорошая. Ассортимент выставки впечатляет, что называется на любой вкус. Рыба слабосоленая, горячего и холодного копчения. Вся продукция коптится только на натуральном сырье. Икра свежая, без консервантов. При ее изготовлении добавляют только соль. Поэтому у всех деликатесов свой незабываемый вкус. Выставка «Икра и рыба Камчатская» работает в Котласе с 28 по 31 мая. На площадке возле торгового дома «Витязь» на Мелентьева, 9. Лето не за горами. Самое время подумать о новой и удобной обуви. В Котласском дворце культуры открыта ярмарка белорусской обуви. Босоножки, сандалии и туфли из натуральной кожи. Белорусская обувь давно зарекомендовала себя среди покупателей. Особенно она порадует обладателей проблемных ног. Например, данная модель хорошо подходит для женщин с большой полнотой. А также решает такие проблемы, как искривление пальчиков и выпирающая косточка. Перфорация по всей поверхности хорошо позволяет воздуху циркулировать, за счет чего ваша ножка не будет потеть. Также подошва изготовлена из высококачественного каучука. Очень хорошо гнется, не скользит и не нагревается при ходьбе. Очень хорошо амортизирует, за счет чего убирает дополнительную нагрузку с ваших составов. Кроме того, в такой обуви анатомическая стелька, которая повторяет форму стопы, а значит, ваши ноги уставать точно не будут. Размерный ряд широкий. Женские модели от 36 до 43, мужские от 40 до 49 размера. Кстати, сильная половина тоже может подобрать себе удобную обувь для теплых дней. Наша мужская летняя обувь подходит для мужчин любого возраста. Есть с зауженным носом, есть с широким. У мужчин основная проблема – это высокий подъем. Вот данная модель справится с этой проблемой. С одной стороны резинка, с другой липучка. Перфорация по всей площади позволяет ногам дышать. И двухслойный полиуретан. Подошва не нагревается и не лопается. Мужчины будут довольны. Ярмарка «Белорусская обувь» работает с 27 мая по 1 июня с 9 до 18 часов в ДК города Котлас на Мелентьево, 18. На сегодня это вся информация. Новости нашего города смотрите на сайте Котлас24.ру и в одноименной группе ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь. Хорошего завершения вечера. Увидимся! Котлас24.ру 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 В четверг 30 мая в Котласе будет ясно. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, ночью до плюс 13. Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Автомобилю нужны запчасти, сеть магазинов «Авторитет». Это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Великий Устюг, Виноградова 44, Котлас, Маяковского 47.